Ещё я хотела показать вам вот такие вот колготки с татуировкой. И это прокладки для подмышек. Ну, может быть, кто-то есть такой человек, который не любит дуть. Вот именно. Обезьяна. День, это обезьянка. Она вообще не страшная. Не нравится тебе. Привет, мои хорошие. С вами Селена Свэй. И сегодня у нас будут покупочки с Алиэкспресс. Женские-женские штучки. Но на самом деле здесь не всё прям женские штучки. Что-то просто я покупала, интересненькое. И я сейчас вам покажу. Первое, что я хочу показать, это перчаточки, которые пришли мне вторые. Сенсорные. Это не простые перчатки. Это сенсорные перчатки. И ещё с ними, что хорошо, что у них вот такая антискользяшка есть. Я искала. Я на самом деле искала такие перчатки, потому что сначала я искала сенсорные, потому что неудобно, честно говоря. У меня телефон постоянно в руках. И в перчатках неудобно, что нужно снимать. А в такой холод снимать перчатки не хочется. И второй момент, вторая проблема, которая возникла, это то, что телефон выпадает всё время с перчаток. Перчатки, потому что скользкие достаточно. И у меня всё время страх потерять его. А здесь такие вот штучки прорезиненные, что телефон очень хорошо держится. И на самом деле вообще в быту, вот так вот, пока я хожу в таких перчатках, серые мне понравились. Они как раз таки под серое всё, а чёрные под чёрное всё. В общем, они пришли ко мне. По-моему, ещё один цвет какой-то я там заказывала. Или только чёрные, серые. Не помню. Ну, в общем, эти перчатки классные. И если у кого-то таких нет, обязательно приобретите. Они точно вам не помешают. И они стоят копейки. Ну, вообще недорого. Дальше, что очень интересненькая для меня, какая-то такая находочка показалась. Находочка, я думаю, что стоит это кому-то показать. Потому что очень часто девушки бывают потеют так же, как и мужчины. И это прокладки для подмышек. Я, честно говоря, такие никогда не видела, никогда не пользовалась. В одном пакетике здесь идёт пара на две подмышки. И достаточно много в упаковке. Я упаковку уже разобрала, но, по-моему, их тут раз, два, три, четыре, чуть ли не десять, а может шесть штук. Нет, десять, наверное, где-то в упаковке. В общем, точно не помню. Это вы пройдёте, когда вы сможете увидеть и посмотреть. Выглядит вот так. Одна побольше, одна поменьше. И как-то она, наверное, вот так вот. Вот так вот делается, да? Побольше. Или где побольше? Или с этой стороны побольше? Не, вот, наверное, с этой. Просто у меня, честно говоря, нет проблем с тем, чтобы потеть. Я очень редко потею, может быть, летом, но у меня подмышки, ну, никогда не мокрые. То есть нет вот такого вот проблемы. Но я знаю, что и у моих некоторых знакомых, у девочек были такие проблемы. И вот прокладочка очень тоненькая. Мне кажется, что хорошая идея использовать. Вот кто использовал, интересно, на самом деле. И она такая тканевая немножечко, бежевого цвета. То есть ее, может быть, не видно. Может, она здесь какая-то белая. На самом деле она бежевая, прям под цвет кожи почти подходит. Мне кажется, неплохая идея как раз-таки прикрепить это все на кофточку, чтобы не было вот таких потеков, да, некрасивых. В общем, вот такие вот они. Интересные прокладухи. Дальше давно хотела, наконец-таки нашла. Это вот такой вот стаканчик на коляску. Мамы меня поймут. Ну, в принципе, кто за рулем и у кого нет такого вот впереди удобного. Вот у меня есть такой один, но у меня малой там все достает. То есть я не могу впереди поставить стакан. Когда малого пересажу назад машину, тогда я смогу ставить. Вообще у меня подстаканники и сзади есть, и впереди для подстаканников. Но мне всегда хотелось иметь на коляске. Именно когда мы гуляем, я люблю взять кофе, и его постоянно никуда ставить. Я его ставила все время вниз. Однажды оно проливалось у меня, и я ставила его в свою сумку, и тоже проливалось. Короче, я хотела себе подстаканник, именно который крепится на коляску. Да, вот такой появился, такой подстаканничек. Крепится он очень просто. Здесь вот такой вот зажим, который регулируется под любую... Ну, то есть на колясочке разные, в общем, такие трубочки там есть, да. И на любую вот трубочку он крепится и затягивается вот таким вот образом. Как крепится вот эта вещь у нас? Вот эта вещь крепится вот так. И все. И она, в принципе, функциональна достаточно, по-моему, в разные стороны. Вот я смотрела, да. Вот так вот у нас. Вот здесь регулировка идет вверх и вниз. В общем, можно как-то удобно все это прикрепить. И, пожалуйста, ставьте стаканчик и пейте свой латте. И тоже она стоит недорого, и я решила, что она должна у меня быть, и она все равно пригодится куда-нибудь точно. Следующее, что я приобрела, но это я приобретала для себя. Если помните, я покупала на китайском уже интернет-магазине китайском специальную одежду, где такая тесьма и проделанные железные дырочки. И, в общем, я так как хотела все время... Вот все время мне хочется что-нибудь делать своими руками, но все время руки не доходят сделать что-то своими руками. Но при этом я приобретаю все для того, чтобы делать все своими руками. В общем, вот такие штуки. Дырокол называется. И ко мне недавно приходила Лено, как говорит, слушай, а на майке можно ли дырки сделать? На самом деле, по-моему, на майке дырки не сделаешь. Здесь вот такой вот дырокол. Это для кожи дырокол. Вот для майк нет. То есть для плотной какой-то поверхности такой. Вроде бы делает дырочки. Но я так еще и не пробовала. А это, видимо, зажимы. Здесь есть золотые, серебряные в комплекте. В общем, в магазин заходила, не помню, Леонардо или что-то. Оно стоило там полторы, две, две с половиной, три тысячи вот такой набор. А я его заказала, соблюсь за 600 с чем-то рублей. В общем, мне кажется, для тех, кто любит что-то делать своими руками, на Алиэкспресс вот такая штука есть. Я надеюсь, что она когда-нибудь мне, честно говоря, пригодится. Следующая в нашем арсенале, это такая необычная штука. Это вот такая вот обезьяна. Как думаете, для чего она? Да, когда я ее увидела, можно было бы просто ее, честно говоря, показать ради прикола, но мне захотелось прям попробовать, работает это или не работает. Работает она от батареек. Для чего это нужно? Так, а куда батарейки? А, вот они, да. От двух... Мизинчиковых. От двух маленьких батареек. Это когда вы красите ноготь, и если вы не хотите на него дуть, то вы просто ставите вот так пальчик, нажимаете, и вам дует обезьянка на него. Представляете, до чего дошел прогресс. Это просто для супер ленивых людей. Не, ну нужно не полениться, заказать эту обезьянку. Знаете, вот на эту кнопку жать тоже. Не просто положила палец, а нужно нажимать. То есть это как бы, знаете, 50 на 50 для ленивых. Ну, может быть, кто-то и есть такой человек, который не любит дуть. Вот именно. В общем, надо проверить, работает ли эта обезьянка. Поэтому сейчас я засуну в нее батарейки. В общем, я засунула в нее батарейки, Дэнни уже хочет их испытать. Красим наподобие пальчики. Я не буду красить, потому что, понятно, если дуть, то оно будет высыхать все. И, в общем, мы нажимаем на кнопочку. Слушайте, реально дует. Вот я не пойму. Дует? Правда дует? Слушайте, а откуда дует? А, я думала, изо рта дует у нее. А это дует? Вот она, прям вообще дырка. То есть вот она, она внизу. Смотри. Ну-ка, клади пальчики. Ты что, испугался, что ли? Дэнни. Скажи, мама, вечно ты что-нибудь. Вот, иди ко мне. Это обезьяна. Дэнни, это обезьянка? Она вообще не страшная. Не нравится тебе? Скажи, мама. Да. Дэнни, даже эта обезьянка, она просто дует на руки. Вот никогда не угадаешь, что ребенок забоится. Смотри, какая милая. Обезьянка. Обезьянка. Не нравится тебе? Такая-ка. Забери. Поставила ее, он ее взял мне, брат. Ну ладно, все, все, не будем. В общем, вот такая. Все, убирай, обезьянка. Убирай. Да и все, я убираю, обезьянка. На, вот поиграй. На. В общем, вот такая вот обезьянка, которую боится ребенок, поэтому будьте осторожны. Она, ну, как бы жужжит так. Не очень громко, но жужжит, что слышно. Так, что я еще хотела вам показать? Еще я хотела показать вам вот такие вот колготки с татуировкой. Да. Я заказала себе размеры двойка, но что-то они как будто однерка пришли. Прям на меня очень сильно впритык. Я сейчас одену и покажу, как они смотрятся. То есть это реально такие телесные колготочки, а на них выбит вот так вот рисунок. Но мне понравился этот рисунок, потому что здесь, типа, пистолет вот внутри, а тут, типа, вообще, чуть ли не автомат на ноге. Поэтому сейчас одену и покажу вам. В общем, вот такие классные колготочки. Единственный момент, что я люблю колготки брать немного, чтобы они были загоревшие. А здесь, ну, не совсем такие загоревшие, как я люблю. Еще бы поискала. Но я на самом деле искала, потому что я хотела такие колготочки носить, но не нашла ничего. Вообще, я бы такие штаны бы нашла, какие-нибудь бежевого цвета. С таким рисунком каким. Что-то в этом есть. И последнее, что я хотела вам показать. Я купила такой, как-то он называется. В общем, не помню, как называется. Это для дизайна ногтей. И здесь у меня бархатная такая вот рассыпка. Бархатная присыпка. Вот такая вот. У меня сейчас с ногтями полный ужас. Я... все уже знают. И в инстаграме, и в ютубе, что я жду, пока все выздоровят. Потому что мне ни на колосы на оставить. Я хочу и покраситься, и ногти в порядок привести. И все в порядок привести. И, в общем, пока что на свои ужасные ногти, которые здесь, придется вам их показать. Хаток, а ну а как же. Мы попробуем нанести вот эту вот пудру и посмотреть, что будет. Я беру любой лак. Вот он у меня такой полупрозрачный. Я его наношу сначала на ноготочек. Так. Просто, чтобы вы понимали, что это. Мне очень понравилось, на самом деле, на Алиэкспресс. Как это выглядит. Я надеюсь, что это так же будет красиво выглядеть. Намазала, и теперь я окунаю свой пальчик сюда. Она какая-то тканевая такая, знаете. Вот я весь его окуну и струхну лишнее. Слушайте, ну получается что-то интересное. Единственное, что у меня этот лак очень-очень быстро сохнет. И вот пока все это происходило, он уже подсох и только в каких-то местах взялся, а в каких-то нет. Поэтому эту манипуляцию нужно проводить еще раз. Самое главное, чтобы сейчас малыш меня не дернул так, чтобы я все это просто рассыпалась по кровати. Это будет очень горько. Еще раз делаю. Смотрите. Что-то в этом есть. Нужно делать, конечно, очень аккуратно. Но они вот такие, получается, какие-то замшевые, тканевые ноготочки. Что-то в этом есть. Но смотрится очень-очень, на самом деле, интересно. Дэнни, боже мой, он открыл лак и намазал себя. Ну, Дэнни, ну ты же делаешь, это все не то, как мама. Вы понимаете, глаз за глаз. Я только к камере отвернулась. Что это ты плачешь? Ты думаешь, что тебе можно лаком красить что-то? Красить нельзя. На вот. Смотри, он открывает. У него открывало. Пришлось закрутить так, чтобы не открыл. В общем, да. Вот такое, получается, интересное чудо-чудное. Единственное, что нужно здесь все аккуратно, аккуратно все размазать, отмазать и выделить лишнее. В общем, вот такие бархатные ноготочки. Мне кажется, это интересная идея, кто увлекается ногтями. Потому что я особо не увлекаюсь ногтями, но мне захотелось такую вещь приобрести и посмотреть. Вот. Ну и вообще, она, мне кажется, для декора какой-нибудь тоже подойдет. У меня бархатный пальчик. Аж не хочется, я его стирала. Все, мои хорошие. На этом покупочки закончились. Я все показала, что вам хотела. Жду новых интересных женских штучек. Реально, чисто для женщин. Очень классных приколюх. Хочу скорее все это проверить. Поэтому заглядываю на почту. Ну, с Алиэкспресс, как знаете, все идет не быстро, но идет. И приходит все реально большинство очень прикольных приколюх. Все ссылочки на товары, которые я покупала, в магазинах, которых я покупала, я оставлю под видео. Проходите, смотрите. Что-то, может быть, вас заинтересует. Ну и все. Надеюсь, мое видео было полезным и интересным. И что-то вам пригодилось. Если что-то понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто в первый раз. Впереди еще много интересного. И также будут и покупки Алиэкспресс, Фикс Пресс и много чего другое. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok